и снова здравствуйте всем привет и так вот делаю тут кота для проб анимации по прошлым роликом что здесь значит есть голова вот это у меня получились при маскировании артефакты control так вот все это дело маскируем ctrl w ctrl shift левая кнопка мыши нажимаем на полигруппу заходим в геометри находим модифит оположи del hidden удаляем вот эту скрытую часть и теперь нужно закрыть с помощью дай нам все закрывается теперь нужно дорисовать эту пустоту включаем клей билдап brush открываем ставим на кисточку back face mask и через alt вдавливание делаем потихоньку кисточку устанавливайте на двойку так хорошо работает она на двойке так следом включаем кисточку стандарт включаем rgb зад отключаем выбираем цвет красный уменьшаем интенсивно чтобы не ярко сильно был вот этот рот подкрашиваем ну и то же самое делаем значит челюстью вот это здесь тоже есть артефакт и поэтому лучше и замаскировать идет точно точно также бывает при отделении вылазит какие-то вот эти вот всякие полигоны геометрия опять же модифит оположи del hidden теперь делаем всему закрываем вот этот прорезу на дай нам из но опять же кисточку клей билдап и через alt все это дело вдавливаем но опять же вдавливаем чтобы меш вот этот не получился тонким потому что когда мы сейчас дай нам их будем делать это все дело может быть в дырах полигоны пустые будут вот эти ну как отсутствует которые так все это дело мы опять же закрашиваем рот можно чуть-чуть грубовато нажимаем английскую c подкрашиваем где-то чуть-чуть повыше поднимаемся ну вот получился у нас вот такой вот персонаж с помощью топологи вот кисточка опять же x симметрии x английская ч русская клавиша чуть-чуть и так все это дело подправляем потом кости тут выправят нормально будет вот смотрите вот стыковочная при отделении она тонко можно и чуть-чуть под набросать и здесь вот так вот массы и чуть-чуть конечно подправить губу как можно кидать снизу вот внутри вот здесь вот чтобы нахлёст был чтобы полигоны прям росли есть такое дело теперь что мы имеем мы имеем 4 значит мыши клавиша английская можно переключаться быстро между мышами или вот в этой панели левой кнопкой мыши на тот который нужен переключаемся на верхнюю поле это мэш это у нас тело кошки и что делаем нажимаем merge объединяем merge down merge down и все у нас это единый мэш но у него есть полигрупп вот эти их нужно склеить потому что если сейчас с этой штуки мы сделаем развертку то потом при вставлении значит как получается костей в блендер у нас может это все дело разлетаться потому что это все равно сейчас отдельные детали видите так заходим в геометрии когда вы делаете дай на мэш и резервы мэш да вот лучше оставляйте вот это вот раскрашенную модель потому что если вы сейчас отключите в саптулах раскраску это и сделайте дай на мэш то текстура пропадет вот этой текстуры не будет будет просто голый мэш белого цвета или какой у вас тут выставлен материал вот такого цвета будет нам нужно зайти в геометрии и побольше поставить резолюцию и сделать на большой резолюции значит дай на мэш смотрим поле f у нас стала одна поле группа и что мы имеем теперь смотрите как мы выглаживаем вот эту штуку эти она сглаживается когда она не склеена она не выглаживает разбавляем чуть-чуть поменьше делаем и можно control так не control побольше размазать этот текстурку ну на шее можно вот эти вот были сильные тоже дорисовать сейчас попробую может быть дорисуются так теперь шифтом выглаживаем хвост хвоста смотрите вот эти все детали не забывайте потому когда склеиваются полигоны то получается есть вот эти вот артефакты по краю они показывают где была вот эта стыковка немножко теперь нужно подкрасить это значит интенсивность поменьше кисточка стандарт rgb и значит control не control не control пардонте клавиша c выбираем нужный нам цвет и чуть-чуть где-то дорисовываем потом значит так что идет ну давайте тут поярче добавим текстурку так импорт вот она код с которого я брал значит шкуру вот он и сделаем каким макаром мы его уменьшим прозрачность z английской отключим глаз и выберем вот таким вот образом подскос эту штуку но чтобы не залезть куда не надо ну что вот так вот замаскирую вот эту часть вот где хочу чтобы был рисунок делаем control и сочетание клавиш теперь shift z включаем нашего карта находим альт двигаем карта и находим более-менее вот он подходящий рисунок да а его как-нибудь посимпатюшней интенсивность побольше кисточку можно побольше z включаем глаз ставим как прозрачность на минимум в смысле на максимум или на минимум ладно не суть вопроса как теперь вот рисунок получился нужно опять замаскировать ту часть которая нас устраивает которая часть нас не устраивает мы сейчас еще что-нибудь тут и так замалюем ну вот уже получился вроде код и верхнюю часть вот здесь можно значит или дорисовать или размыть это шифтом вот так проходим за ушами эту часть делаем чуть-чуть размытым ну я думаю нормально только вот здесь теперь переход вот этот нужно так control z поменьше интенсивность клавиша c и чуть-чуть вот этот переход нужно поразмывать ну ну и тут тоже c как бы ну чтоб стыка сильного такого не было видно вот это пятно давайте c и сюда его чуть-чуть добавим еще интенсивность поменьше им партий чуть-чуть вот разных сторон но помягче сделаем подрисуем так мы думаем нормально вроде бы кот созрел так задние лапы у меня тут чуть-чуть тоже надо вот эту часть живота c выбрать кисточку побольше и здесь вот тоже размыть вот этот рисунок можно даже чуть-чуть сюда вот так залезть выбираем пальцы значит c и чуть-чуть их каким же их цветом будет вот этим посветлее ну и тут тоже сзади прикольно черные полоски ну вроде бы нормально теперь нужно так у кошек тонкая шея близко посаженные передние лапы вытянутое тело и длинный хвост ну в принципе все в принципе где то так оно и есть теперь значит у нас одна полигруппа нам нужно снять с этого дела шкуру отключаем видимо сетки находим softtool находим экстракт дубликат отключаем и маскируем нашего персонажа control левая кнопка мыши делаем поменьше толщину вот этой шкуры и делаем экстракт так наверно еще поменьше вот так вот должно выглядеть просветом экстракт экстракт снимаем маску перекидываем вверх оптула с которого будем делать проекцию и снимаем с нее тоже маску control левая кнопка мыши получился у нас вот такой вот персонаж вот вот с такой сеткой теперь нужно этому персонажу сделать the rms так смотрим а еще что можно сделать маскинг не полигруппы надо найти полигруппы 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 нажмем by normals сейчас смотрим что у нас тут угу угу вот у нас тут две полигруппы получается это как бы так это как бы у нас внутренняя часть так если мы сейчас уберем дублирование вот видите вот такая штука получилась а это вот наружная зеленая это значит внутренняя часть вот она ненужные полигоны оставляем вот эту и делаем геометри модифит аппологи делал хидом полигруппа не выбрана да значит все это дело исчезло теперь смотрим чтобы у нас не было казуса вот еще зеленые штуки какие-то вот вот так и делаем угу а ну-ка если мы уберем подставим зеленую полигруппу убираем геометри делал хидом все остается у нас одна тонкая штукенция ну и делаем все это дело за рмс прям по минимуму хочу посмотреть чтобы сетка ну тысяча полигонов была это не человек но детали в веке в принципе тут такого нет да и получается что проблем с мордой не должно быть тут и так все гладкое там потом шерсть наложится и будет вообще зашибись 3000 полигонов вот нормально так симметрия включена смотрите смотрите если будете сделать сделать исключенную симметрию это клавиша или ч русская тогда она сетку делает симметрично вот такая штука идеально конечно сетка полукругом но все равно вот она проводы есть ее можно потом подкорректировать 1 делаем ctrl d ctrl d ctrl d сочетание клавиш добавляем вот эти дивайды полигрупы подразделения пардонки ну полигрупы добавляем или подразделения следом заходим в sub tool включаем видимость нашего персонажа и делаем project project out да нанести текстуру отключаем смотрим вот такой получился у нас код если мы сейчас спустимся на нижнее подразделение вот получается видите какая штука вот и текстуру нужно теперь сделать развертку чтобы потом вот эта текстура верхняя присоединилась к нашему персонажу текстуры map назначилась и тогда на низко полигонально вот это все будет выглядеть вот таким образом давайте заходим в the plugin и находим UV master находим work on clone нажимаем on wrap прогоняем делаем развертку теперь делаем copy uvs это копируем цвет вот эту текстуру the plugin опять же view remaster и past uvs это мы ее как бы прикрепляем ну как копируем а потом крепим уже к этому персонажу следом что делаем заходим поле так позвонки текстуры map находим create new from polypaint и увидите развертка какая блатная получилась потому что сетка была нормальная и развернулась все нормально симметрично даже бошку развернула следом что нужно сделать normal map для чего чтобы вот эти детали были четкие вот находим normal map flip g create normal map clone nm текстура подкрепилась в текстуры находим текстуры и нужно если мы идем в блендер то перевернуть ее нажимаем flip v иначе надо будет потом этот normal map переворачивать в блендер так теперь на нее нажимаем жмем export нажимаем пишем normal код psd сохранил в png формате ну вообще если все нормально работает вы сейчас просто сохраняете модель на тех именно вот этих дивайдах как подразделениях которые вам нужны вот допустим 3000 полигонов если мы включаем то побольше будет вот 3000 полигонов делаем и нужно удалить это дал хидом подразделение мы удаляем оставляем те подразделения которые нам нужны и теперь экспорт нажимаем пишем код и формате экспортируем экспортируем в папку так теперь я что сделаю ctrl z так ctrl z сочетание клавиш возвращаясь назад и этот файл если кому-то нужен будет кто-то захочет попеределать что-то то тогда я его вам под роликом с ригом выложу даже может попробую риг вот этот стандартный но мне не нравится свой наверное сделаю базовый там есть для котов для лошадей но он работает плохо когда начинаешь вводить кости устаешь очень от этой анимации пустая они там только настроены значит что это код есть сохраняю этот файл save as это код 2 сохранить и идем теперь в блэнда и так мы в блендер нажимаем delete удаляем куб свет камеру пока можно отключить теперь файл импорт находим обс находим где у нас находится папка вот вот у меня на рабочем столе код стройка на нампаде поднимаем цен панель находим вот эту вкладку transform и смотрим dimension 8 метров так это получается сейчас подождите привязываем с это режим к 3d курсору так и включаем эту штуку давайте по з да это по z вверх control z включаем видимость камеры и наш персонаж по x по x у нас 8 метров почти 9 метров и по z он у нас 45 метров а по y 24 метра нам это много делаем с уменьшаем вот он теперь у нас 40 так 40 405 миллиметров это получается так это 1 метр все равно большой еще уменьшаем вот у нас 68 сантиметров 69 это в миллиметрах наверное или в метрах миллиметров уже должно быть ну да вот он уже мелкий стал включаем видимость его вот этого текстуры стройка на нампаде очень неплохо выглядит шейдер смут значит сглаживаем ну и осталось этому персонажу значит добавили лоза не будет все зашибись это но это как это уже идет это 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 Продолжение следует... Так получился вот такой персонаж, вот с такой вот сеткой. Внутри все равно вот эти вот присутствуют вот эти пустоты и поэтому есть вот такие вот кармашки, потому что там пустота. Вот так вот персонаж низко полигонален. И видите, нету еще дополнительных вот этой внутренней сетки. Так, если сейчас... Ну и все, прикольный код, вроде бы как. Теперь в следующем ролике значит риг, а в следующем ролике, наверное, анимацию попробую уже, как показывают, там запрыгивает на, допустим, табурет или там на скалу какую-нибудь. Ну уже посмотрю что-нибудь, я так и поэкспериментирую. Так, код, вот этот код, если кому-то нужен, то ссылку я выложу. Если нужен уже с ригом будет и со всеми вот этими причиндалами, то только в следующем ролике тогда я закину под это, в описании. Все, всем пока, до свидания. Продолжение следует...